Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Из правительства области уволены Наталья Безбородова и Виктор Каргалов. Выбор губернатора области состоятся 8 сентября. Только 15% детских площадок в Оренбурге соответствуют нормам и требованиям. Об этих и других новостях далее в выпуске. Из правительства области увольна министра экономического развития Наталья Безбородова и руководитель аппарата губернатора Виктор Каргалов. С марта они работали в статусе исполняющих обязанностей. Наталья Безбородова работала в региональном правительстве с 2010 года в статусе министра с 2015. По информации СМИ она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности будет бывший заместитель Наталья Струнцова. Виктор Каргалов занял пост в конце прошлого года после ухода Дмитрия Кулагина в мэрию. По информации СМИ теперь он выходит на пенсию. Исполняющим обязанности станет Константин Фисенко. Напомню, что 21 мая в интервью РИА Новости Денис Паслер заявил об отставании Оренбургской области в развитии от соседних регионов на 10 лет. Одной из причин отметил кризис управления анонсировал ряд сокращений чиновников регионального правительства. Земельный участок за третьего ребенка можно будет обменять на 200 тысяч рублей. Денежную компенсацию утвердили депутаты Законодательного собрания Оренбургской области по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора. Какие еще вопросы поднимались на внеочередном собрании, расскажем далее. По регламенту на Законодательном собрании вопросы, поднятые на обсуждение, представляют главы профильных комитетов. Однако в этот раз информацию по двум темам озвучивал лично временно исполняющие обязанности губернатора. Денис Паслер начал с проблем многодетных семей, а именно государственной поддержки за третьего ребенка. По его словам, сейчас многие семьи отказываются от предлагаемого земельного участка, так как не имеют возможности начать стройку, либо выдается он слишком далеко от города. А среди тех, кто все-таки землю получить хочет, большая очередь в почти 5 тысяч семей. Исходя из динамика процесса и условий, проблема с очередностью в регионе возможно полностью будет решена лишь к 2024 году. Это непозволительно долгий срок. И факт получения земли не означает автоматическое улучшение жилищных условий. По предложению Дениса Паслера, людям предоставят выбор либо земельный участок, либо 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Деньги в бюджете заложат уже с этого года. В итоге все депутаты единогласно сразу в двух чтениях приняли новую инициативу. Поправки оппозиции, предлагаемые к изменению в закон, большинством не приняли. Далее перешли к вопросу увеличения бюджета области на этот год. По словам Дениса Паслера, предлагается добавить в казну почти 5 миллиардов рублей, как в доходную, так и в расходную часть, тем самым не влияя на изначальный дефицит. Поступающие средства предлагают распределить по региональным вопросам и нацпроектам. Большая часть денег пойдет на дороги. Более миллиардов в Оренбурге и 500 миллионов в Орске агломерации. Начиная с этого года мы принципиально изменяем подход к развитию уличной дорожной сети городов. Если раньше меняли только дорожное полотно, то с этого года мы проводим ремонт проезжей, чаще и обязательно обладаем устройство в прилегающей территории. Новые статьи бюджета также депутаты большинством приняли, хотя в оппозиции по распределению средств вопросы возникали. В конце заседания народные избранники окончательно утвердили дату губернаторских выборов в Оренбурге. Пройдут они в единый день голосования 8 сентября. Алексей Чернов, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. До конца июня в Оренбурге народный контроль будет проводить мониторинг детских площадок, проверит игровые зоны на безопасность и соответствие современным стандартам. Все ли детские площадки можно считать пригодными для детей, расскажем далее. За две недели мониторинга проверили уже более 200 детских площадок. Лишь 15% по данным регионального координатора проекта «Народный контроль» можно считать подходящими для детей. Например, игровая зона на проспекте Парковой 13 представляет опасность для детворы из-за аварийного здания вблизи качелей. По словам жителей, на площадке всегда многолюдно, несмотря на небольшую территорию. На территории детской площадки находится здание, которое принадлежит военному госпиталю. Я, например, в этом доме живу уже 16 лет, то есть ремонта кровли в течение этого времени я ни разу не наблюдала. Здание, которое у них находится на балансе, они признали его аварийным, чтобы они поставили здесь высокий забор выше человеческого роста, понимаете, отступив от этого здания, чтобы за свой счет они вот это все перенесли сюда, вот, и что-то, какие-то действия принимали. Тут кирпичи валятся, с крыши шифер валится, площадка тут вообще она непонятная, она вся 10 раз перерытая, толком не зарытая. Хотелось бы, чтобы площадку хоть как-то огородили, потому что машины, сквозные дворы, машины ездят. И очень хотелось бы, чтобы немножко о мамчиках тоже подумали, потому что нам приходится на этой площадке целый вечер просто стоять. Активисты домов на улице Народная, 25, не раз обращались с просьбой привести в порядок придомовую территорию и к прокуратуре, и к управляющей компании, и к депутатам. По словам жителей, ничего для благоустройства сделано не было. Отметим, что обе площадки относятся к одной управляющей компании «Северная». Была задействована прокуратура, остальные органы с целью обратить внимание на нашу детскую площадку. Были качели еще 80-х годов, то есть после многочисленных проверок был акт составлен о том, что эти качели не являются пригодными для использования и наносят непосредственную угрозу жизни нашим детям. Приехал ЖКХ, спилили все наши качели, которые были наиболее опасны, но на их месте остались, как вы обратили внимание, только глыбы бетона. На площадке, по подсчетам жильцов, гуляет около 40 детей. Ребята приходят и из соседнего общежития, и из частных домов. По словам старшей по дому, единственное, что удалось добиться жителям – ремонт в подъездах. А вот с детской площадкой сдвигов нет. Разговаривал с Толоконниковым, начальницей же «Хлебный городок». Он сказал, что деньги на нашем фонде закончились, поэтому никаких ремонтов в этом году нас не ожидает. В прошлом летом у нас еще были карусели, была большая песочница и был еще паук, то есть слазить вот этого. Случилась авария, прямо посреди площадки этого паука срезали, и после этого мы начали просить хоть какую-то замену, потому что детям все меньше и меньше остаются этих малых форм, где бы они могли играть. Все отчеты по каждой детской площадке, проверенной в рамках мониторинга, заполняют в единый реестр. Затем данные о нарушениях отправляются в организации, которые занимаются благоустройством придомовых территорий и Федеральный штаб народного контроля. На одной площадке может набраться из десяток различных нарушений. Если это со стороны дороги, должно быть высокое ограждение, если это со стороны двора, более низкое. Металлические конструкции, не угрожают ли они опасности, деревянные конструкции, не заназят ли они ручки детям. Устаревшие малые формы, те, которые еще в 80-х, в 70-х годах поставили и до сих пор их не сменили. Хотелось бы, чтобы депутатский корпус, естественно, обращал на это внимание, и администрация города Оренбурга, сами жильцы, то есть совместно с управляющей компанией, может быть, как-то меняя тариф, меняли свою площадку. Мониторинг призван лишь выявить несоответствие и передать их дальше. А смогут ли оренбуржцы добиться благоустройства площадок, сказать сложно. У многих управляющих компаний нет денег даже на покраску качелей, поэтому говорить о реконструкции не приходится. Если у вас есть сомнения в безопасности детской площадки вашего двора, то вы можете обратиться в народный контроль. Анастасия Клесова, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Специалисты по медицинской реабилитации готовятся ввести в России 4 новых профессии. Сейчас идет подготовка педсостава. А к 2020 году в воздух откроются новые кафедры, обучающие этих врачей. О гардиозных планах с реабилитологами поговорили мои коллеги. Одним из новых специалистов системы здравоохранения должен стать врач-клиницист. Предполагается, что он будет иметь широкие компетенции в области неврологии, травматологии, ортопедии, кардиологии и других клинических специальностях. Также медработник будет физиотерапевтом, рефлексотерапевтом и даже врачом ЛФК. Но и это не все. Планируют готовить еще трех новых специалистов реабилитации. Они уже есть в практике других стран. Есть еще специалист, который нам совершенно необходим. Это эрготерапевт. Вообще в России их нет до сих пор. Готовить это высшее немедицинское образование. Физический терапевт – это тоже высшее немедицинское образование. Медицинская сестра по медицинской реабилитации – тоже новая профессия, которую мы будем сейчас стараться отрабатывать. На конференции было представлено и новое реабилитационное оборудование. Оренбургские клиники снабжены техникой для реабилитации лишь частично из-за дороговизны и оснащения. Несмотря на это, регион развивается в другой области реабилитации. В сфере консультирования пациенты даже в самых удаленных местах. Специалист в области медицинской реабилитации может грамотно проконсультировать пациента в отдаленном уголке нашей Оренбургской области. И мы сейчас как раз двигаемся в этом направлении, чтобы сделать эти консультации доступные для обычного нашего населения. Можем консультировать именно пациента, показывать ему, как необходимо осуществлять ту или иную медицинскую реабилитацию в обычных домашних условиях. Специалисты утверждают, что вскоре в российской реабилитации все станет по-другому. Появятся не только новые врачи, изменится и сам подход. Системная реабилитация должна стать доступной для всех граждан. Анастасия Клесова, Валерия Шарова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге собрались работники скорой помощи из 32 муниципалитетов области. В рамках конкурса планируется выбрать образцовую бригаду неотложки. В каком же районе работают лучшие, расскажем далее. Областной конкурс профессионального мастерства сотрудников медицинской помощи проходит восьмой раз. Действующим фельдшерам предлагают сдать шесть экзаменов по проведению экспресс-диагностики, установке капельницы, чтению ЭКГ и выполнению иммобилизации. Манипуляции, все это все необходимые, то есть для оказания просто помощи и все. Непосредственно здесь все этапы, это наши профессиональные навыки, все проверяются. На этой площадке происходит конкурс сердечно-легочной реанимации. Этот компьютер настроен не так, как нужно нам, как экзаменаторам, не так, как нужно нам манекену. Это опыт тысяч реанимированных. Сейчас я бы отметил студентов медицинского колледжа. Курманаевка первая участница идеально сделала, а вторая не справилась с волнением. Самое частое замечание экзаменатора на этой площадке – неправильное запрокидывание головы, избитый ритм массажа. При таком раскладе экстренную помощь можно назвать неэффективной. Работа на скорой помощи непредсказуема. Все зависит и от времени года, и от времени суток. Но в летний период нагрузка 10-12 варьируется. В основном вызывают люди с сердечно-осудистой патологией. Сейчас в летний период достаточно много травм, несчастные случаи на воде достаточно часто бывают. Помимо 32 бригад области на соревнования приехала команда из Донецкой Народной Республики. Этим специалистам аплодировали после испытания с установкой капельницы. Возможно, повышению их квалификации посодействовали события последних лет. Аппаратура у вас соответствует стандарту. И есть, и работает. У нас с аппаратурой плохо. Очень. Его бывает, не бывает. Работа конкурсантов оценивалась как в общекомандном первенстве, так и в личном зачете. Отдельное внимание уделили водителям скорой медицинской помощи. По их мнению, во время работы их деятельности мешают неудобные подъездные пути, пробки и плохое дорожное покрытие. В результате соревнований лучшими стали команда клинической станции скорой медицинской помощи города Оренбурга и Ковандыка. Валерия Шарова, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ. В Оренбурге пройдет федеральный семинар для некоммерческих и волонтерских организаций. Участников научат привлекать ресурсы, а также работать с финансовыми донорами. Полезные для работы науки можно получить абсолютно бесплатно. Семинар «Добрые города» состоится в Оренбурге 4 июня под организацией благотворительного фонда «Наши дети 56». Спикерами станут известные специалисты из крупных городов России. Участники смогут найти пути привлечения финансов на примерах успешных практик других организаций. Для участия нужно связаться с организаторами контакта на ваших экранах. В госпитале «Ветераннов войн» в рамках проекта «Театральная среда» выступили артисты Сороктарского района. Народный театр представил сценическую интерпретацию некоторых отрывков произведения Василия Шукшуна «Пишите письма» и другие миниатюры. На импровизированной сцене Сороктарский народный театр. Для небольшой труппы эти гастроли далеко не первые. В этом году театр отмечает свой 60-летний юбилей. Раз за разом они выходят на сцену с тем же воодушевлением, в надежде вновь порадовать зрителя. Мы привезли отрывок из готовящегося спектакля «Женитьба Гоголь», мы привезли отрывок из «Водевиля» «Беда от нежного сердца», также мы привезли отрывок из спектакля «Пишите письма по Шукшину». Приехали мои участники детской театральной студии «Маска». Мы очень хотим, чтобы нас видели, чтобы нас узнавали, чтобы нам аплодировали. Очень хотим. Особенно зрителям понравились самые юные участники труппы, отыгравшие свои сольные номера с детской непосредственностью и эмоциональностью. Что интерпретация известного произведения Денискины рассказы, что модница, были встречены бурными овациями. Я сразу подхватил и прокричал «Где это вида, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает». Проект «Театральная среда» позволяет зрителю соприкоснуться с театром ближе, чем обычно, увидеть все на расстоянии вытянутой руки. И это дарит совершенно особенные переживания и эмоции, радует зрителя. «Нам здоровье дали». «Поддержали». «Поддержали». «Спасибо». «Ничего так можно смотреть». «Лучше мальчик, вот этот прям прирожденный артист». Дважды в месяц на базе госпиталь ветеранов войн и детского санатория «Зарница» будут проходить спектакли самодеятельных театров. В их числе «Грация» Беляевского района, провинциалы Новосергиевского района и «Смешинка» Шарлыкского района. «А вам платить, Аль, в кассу?» «В кассу!» Дарья Капитанова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте ютв.ру, а также в нашем мобильном приложении Уфанет ТВ, которое вы можете скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok